Я Полишева Ирина, я режиссер-педагог школы актерского мастерства Splash. На сегодняшний момент я набираю уже шестая-седьмая группа. Это за полтора года, которые я работаю здесь в школе. Самое интересное, что я невероятно люблю этот курс, потому что он полностью отображает, в принципе, мой опыт и мою работу на протяжении всего времени. И этот курс действительно вот такая вот какая-то связочка между бизнесом, работой и твоей личной эффективностью и творчеством, режиссурой и актерским мастерством. Кто не знает, кто такой Станиславский, я уверена, что все прекрасно вспомнят, слышали и каким-то образом в любом случае сейчас вспомнят по замечательной фразе «Не верю». Вот «не верю» наверное знают все. Эта фраза действительно автор, который является Станиславский. Откуда это все пошло, как появилась система? Дело в том, что тот театр, который мы видим сегодня, это все благодаря как раз Станиславскому, потому что до него театр был, это суфлерская будка, выходили актеры, которые иногда не знали даже, чем закончится спектакль до конца. Они просто слушали, что там суфлер подсказывает какую-то фразу со своей будочки, да, и ты красиво декламируешь, изображаешь, страдаешь, наигрываешь и так далее. Вот такой театр был до. Потом произошла реформа и появилась некая система, принципы, которые появились в работе актера над собой, появились такие штуки, как застольный период, когда проходит постановка через глубокий анализ. Зачем мы это делаем? Почему? Когда появился этот смысл. Есть четкий алгоритм работы актера над ролью, да, работы актера над собой в принципе. И вот с этого момента актерская профессия стала профессией, которая заставляет работать над собой 24 на 7. Ко мне на курс приходят с разными запросами, но плюс-минус они все равно распределяются на такие вот две подгруппы, как я для себя определила. Есть часть людей, которые приходят уже с поставленными целями. У них есть цель, они реально понимают, что они этого хотят, но почему-то этого не делают. Либо не знают как, да, они хотят получить набор инструментов, пойти к своей цели. И на первом этапе, когда мы разбираемся, зачастую где-то 80% людей, которые пришли с целью, они меняют свою цель. Вот так. Потому что выясняется, что цель была не их. Это была чужая цель, они просто долгое время думали, что они этого хотят. И, в принципе, вот тут и ответ на вопрос. Они не делали не потому, что не знали как. Они не делали только потому, что до конца этого не хотели. Это хотел кто-то другой от них. Какие-то ожидания, да. Есть люди, которые приходят вообще без цели, и у них, наоборот, запрос такой интересный. Они говорят, а я не знаю, чего я хочу. У меня вроде все ок, все нормально. Я не знаю, куда я двигаюсь и чего я хочу. У меня цель поставить цель. И это тоже очень крутой запрос, потому что благодаря моему курсу действительно ребята ставят цели. Я еще люблю свой курс за то, что он достаточно гибкий. Меня бы напугала история, если бы я пришла на курс, где вот четко вот такая тема на этом занятии, такая тема на этом занятии. Вот отчитали в школе лекцию. Ушли, поняли, не поняли, сделайте домашнее задание, проверили, ушли. Я вот за эти шесть групп, которые у меня, я уже поняла, что действительно гибко в каком плане. Люди приходят вроде бы плюс-минус с одинаковыми запросами, но база-то у них разная. И я действительно позволяю себе где-то по ходу даже менять программу. Потому что что нужно в одной группе ребятам, вполне возможно, что совершенно не нужно в другой. Но я вижу, что нужно здесь. И этот момент гибкости, он тоже очень уникален. Самое ценное для меня, это как раз видеть изменения, которые происходят на курсе. Я всегда фиксирую точку, когда это первое занятие, мы только знакомимся, с чем приходят ребята. И наши финальные занятия ровно через месяц. Зачастую это небо и земля. Что конкретно, у всех по-разному. Все приходят с разной целью. Естественно, выходят с разными изменениями. Но меняются абсолютно все. Никто не остается прежним. Я часто вижу невероятный свет в глазах, мотивацию, желание. Желание, желание жить и жить как-то по-особенному, по-другому. Энергия, фокусировка конкретной цели. Когда уже где-то прорисовывается этот путь, и они знают, куда им идти. Ребята дают невероятную обратную связь. Как это видится, что ты транслируешь со стороны. Дают какие-то советы, помогают, корректируют. И так проще, потому что ты себя не можешь видеть. А рядом есть еще тренер, который разбирается. Дает тебе качественную обратную связь. Корректирует, направляет. И ты уже не как слепой котенок, который тык-мык. Вот попробовал так, так, так. Получилось нет. Я не знаю, что конкретно получилось. Потому что пробовал все. В этом группе работать это действительно намного эффективней. А под контролем тренера, так тем более. Потому что все равно эти процессы групповые. Нужно управлять этими вещами, чтобы не получилось. Это просто весело пришли, встретили. Провели время, пошумели, погалдели, посмеялись. И не вынесли никакого результата. Вот чтобы была результативная работа, я считаю, что должен быть тренер и группа. На моем курсе группа не больше 12 человек. По причине того, что это должно быть очень эффективно. Когда у меня спрашивают, а для кого твой курс? Часто спрашивают, кто твоя аудитория. Я очень долго думала на эту тему. Потому что каждый раз у меня на языке крутится такая штука. Для всех. Для всех. Нет, давай. Все-таки есть же какая-то определенная направленность у людей. Определенный тип, которые твои. И они должны прийти к себе на курс. Я точно знаю, что те, кто хочет что-то менять в своей жизни. Те, кто ставит цель и не знает, как ее реализовать. Те, кто не знает, как поставить цель, но хотят поставить цель. Это 100% люди, которым этот курс просто необходим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова